Что еще предсказуемо, просто им определенным. Очень хочется позавидовать. Но большинство нас считают, что нет, не завидным, не определенным, сложным и неоднозначным. Ну, вот эти вот наборы слов, спасибо всем, кто голосовал, это развитие, это маркетинговое развитие определения мира. Сначала мир был спор, устойчивый, предсказуемый, простой, определенный, и кто-то один, видите, у нас еще в этом мире остался. Потом мы стали говорить о мире, потому что, наконец, в 50-е, 90-е годы, не забил эти определенные сложности, неоднозначные. Потом после ковида появилось понятие барьер, по первому букву английских и девятых. Хрупкость, трепутность, неренейность и непонятность. Но, если кто-нибудь вам выдает, что он знает, что такое барьер мир, вы ему скажите, что зато вы не знаете, что такое шива и таций мир. Это вот как раз новый термин, который появился буквально в прошлом, позапрошлом году. В общем, как ни посмотри, видна общая тенденция, какие слова не подбирает, и наше голосование тоже показало, что мир становится все более турбулитным и неопределенным. Ну и вот сегодня мы, соответственно, с вами поговорим, как действовать в этом неопределенном мире, как применить проектные практики, которые зародились, честно говоря, в мире более определенным. Ну и начать я попрошу Михаила. Николай, Николай. Николай, Николай. 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 проект проект милицию не может не будет химическая компания компания будет компания соответственно имеет Имеет основные производства мощности в России, и сериал совместных предприятий, и офис, и работа с клиентами сейчас у нас расположены, в том числе, в главных новых географиях, для нас относительно, например, в третьей давности, это сейчас Станбул, и Азия, в том числе, одним из вызовов для нас было очень быстро переиграть логистику, клиентский сервис на новые, новые рынки, новые направления. В Сибуре сейчас работает более 30 тысяч человек, это достаточно большая компания, и у нас, по-прежнему, все реализуются три типа проектов. Первый проект у нас реализуется специальная статистика, классическая стройка. Второй проект мы называем это научно-исследовательский проект, не могут ли это проекты. И вот третий тип, это тот, который отвечаю я, это называется оргпроект. Мы, например, сформализацию, внедрение всех этих инструментов, все называем оргпроектами. И логика какая-то, что, как правило, в проекте не только цифра, как правило, изменение бизнес-процесса, это еще какое-либо действие. И цифра зачастую, это финальная стадия внедрения для того или иного инструмента. У нас цель, которую мы сейчас, на самом деле, в этом полугодии, завершаем досрочно. Мы стали сцепленными, цель достигли уже за три года, достигли эффектов от реализации оргпроекта порядка 37 лет от рублей. Ну, это, как мы говорим, это 35 лет. И сейчас как раз эту программу выполним, мы переходим к следующей базе программы сформации, и в чем была сложность. Когда мы запускали эту тюрьму программу, мы отменяем систему управления изменениями. Сколько мы реализуем проекты? У нас, конечно, было примерно 35 проектов, которые мы реализовали в портфеле. Сейчас там у нас в портфеле порядка будет стать 14 проектами. И мы праллельно бежали вперед и праллельно перестраивали систему управления изменениями. Поэтому конкурентность как раз внутренне нас во всем тогда заставала. В компании принято портфельная логика. То есть мы реализуем проекты, которые распределены по портфеле. Портфели связаны с бизнесом. То есть у нас есть портфель проект производства, ремонта надежности. Здесь портфель проект, связанный с управлением спрочками поставок, логистикой, закупками, функцией корпоративного центра ЧАР. Логика была для того, чтобы объединять проекты вокруг бизнес-центра. И тогда немножко нам будет проще выходить в истории, что каждый проект будет 20 лет. И тогда мы говорим, что набор проектов бьет, что-то, например, лучше трудную бизнесменку. И вот мы на организационные проекты тратим приблизительно 5-7 на год в год. Да, это значит, какая цифра для нас в итоге. С 30-ти, вот мы, соответственно, по оценке 20 лет, это значит, что существует. Теперь, собственно, к теме, которую Павел обозначил для нашей дискуссии. Это про управление в режиме тракотургулентности внешних неопределенностей, с которыми мы столкнулись. На самом деле, я специально готовился к нашей конференции, вынес 5 тезисов, в том числе по обществу с нашей командой, кто работает на проектах. А на проектах, естественно, у нас проводят в компании порядка 90-10 проектов. И вот мы с командой выделили 5 факторов, 5, наверное, критериев, что нужно иметь в компании в системе управления проектами, в системе управления изменениями для того, чтобы относительно быстро реагировать на внешние вызовы, которые у нас сейчас происходят, на самом деле, как это выглядит. Первый пункт, который сейчас мы расстроим, это на самом деле, в мини-компании быстро реагируют на изменения. То есть это должна быть достаточно, на самом деле, дезинтарализованная система, когда очень быстро, а по максимально, нужно до целей проектов, на полнообразной связи, мы можем быстро изменить, какие проекты остановить, какие продолжить делать, как мы, на самом деле, когда был, там, кризис в прошлом году, мы на 40% уменьшили объем парфейс проектов за 40 рублей на 2 недели, то есть проговорили со всеми бизнесами, переграмм, средооблагания функций, и машину, там, оказались отряды в местных услугах, а потом, достаточно, вернулись, что же объект у нас был интересный. В этом году наш бюджет задовой выше, чем когда-либо был в области проекта. Второй фактор – это адаптивность изменений, то есть у нас эта система, например, мы сейчас уже внедрили, потом написали какие-то документы, потом фундированный доктор. То есть мы сначала делаем, пробуем, ошибаемся, а потом уже как-то обеспечиваем каких-либо проектах, документах, которые там очень придут, нахер здесь. Третий фактор – это кросс-функциональное взаимодействие, то есть у нас на проектах работают, называемые все команды чейнджеры, это и бизнес, это и экспрессатор, то есть у нас нет разрезения, заказчик и клиент. У нас работает там один большой проект, это чейндж-чейндж. И взаимодействие просто национальное, когда формированы команды, например, проекты, которые связаны с точкой поставок, последний проект, там есть люди из бизнеса, есть производства, есть закупок, то есть команда формируется из нескольких блоков, то есть тогда мы можем сделать то или иное мини-проект. Коммуникация – базовая история, то есть мы много вкладываемся в истории коммуникации, а вот базовая тема, когда мы объясняем компании, зачем мы это делаем, что мы делаем. Мы делаем коммуникации на предприятии, мы делаем коммуникации на различные каналы, социальные сети, мессендеры, видеокоммуникации, мы постоянно инфраструктурно увлекаем людей всей компании, не только в проектах, в объяснении, зачем мы все это делаем. Призываем уже на этот проект. Коммуникации, наверное, будут быть и четвертым, но один самый важный. И работа данных, то есть здесь вот на пластыке цифровок, я сейчас скажу, что мы пока сильно еще не актунатируем, на учреждении профессиональной системы управления проектами, на учреждении данных по проекту у нас всегда есть по-другому как базовый параметр, понятно, объединяются вот эффекты, так и метрики, которые мы изменяем, и история с результатами с эффектами, и там порядка десяти параметров, которые мы быстро можем характеризировать в последний проект. Вот это, я сейчас сказал вам, про критерии, что на наш взгляд является некадемным условием для того, чтобы быстро реализовывать изменения, и вот мотель, которую мы сегодня называем системы чуть-чуть менеджмента, она состоит из вот пяти блоков, называемый буквы LBCD, и здесь подробнее, здесь не пойдет, что это не цель наших интервент, да, на нас как-то вы принимали, да, эта история, и как работает система реотеншений, называемая система проекта видуалов, то есть у нас в результате где-то перешли их в власти, так и в последний инвентитет, мы децентрализовали систему реотеншений, и раньше мы принимали где-то 40-50 решений по проекту, сейчас система принимает где-то 300 решений, старых проектов, приходят на базу в год, издоги, как какая-то была, сделать гораздо чаще решений в менеджментах по проектам, и в том числе это позволяет быстрее принимать решения, быстрее ввести ошибки, быстрее вовлекаться нашим решением. Релевая модель, история, как единый ответственный инвентационный проект, производитель проекта, производитель продукции, привели единый бренд по всей компании, раньше было на одном проекте 5 человек, за все отвечают, сказал бы, что это непонятно. Единственная мотивация, принцип 1 урок, то есть те, кто делает проекты, они напрямую завязаны, бонус завязан на результаты этого проекта, как мы по квартально ставим цели, по квартально ценим, по квартально выплачиваем бонусы, то есть короткий цикл цели полагания, короткий цикл мотивации, это все дается. Методика проектного направления, это формальность про то, что какие-нибудь важные проекты, в том числе от идей, ну и до постминтонных, то есть когда же, когда достижений нет, только когда постминтонник задержан, мы формально закрываем проект. И последнее, это в процессе реализации этой истории, это внедрение системы проектного направления, это мы делаем все цель-бэйс, и базовые спорты поверх цели. для того уровня скорости, которая у нас тогда была, это достаточно, и, наверное, неудивительно, чтобы решить наши задачи. Я вот здесь, наверное, сделал паузу, чтобы мы поместим вопрос, по вам, не только в режиме заклада, но и в режиме. Как происходит интеграция целей параллельно действующих проектов? Один от проекта другого зависит от результата другого, и, соответственно, как-то отчетится. Вот, может, какие-то из этих инструментов, какие-то практики, которые вы еще предсказали, вам помогли, и, как я не решила. Нет никакого сложного ответа на ваш вопрос, спасибо за него. Как правило, мы рассматриваем целиком портфель проекта для пункта «Дельчат». У нас логика, что заказчик, когда мы называем менеджер-процессы, то есть в компании складные процессы, то есть, например, человек, который учебный цифровый троск, он владелец складных процессов ремонта «Дельчат». Он видит портфель проекта, который вы видите, и основательно, кто-то на этот проект, понимая, какую часть процесса он инфектирует, он может приобрести решение для установить набор проектов для машины. Мы называем еще и там классно, или по грозе, например, там есть набор проектов связанных с ремонтом. То есть часть системы собирают данные первичные, часть, например, делает критикование, как и директор ремонтирует, часть дает департамент. Понятно, что мы установим проект, который дает данные, но это достаточно проект, который не особо для них не нужно реализовать. Но это происходит на уни-менеджер-процессе, то есть человек из бизнеса. Он достаточно плечен, чтобы принять решение о самосвязанности проекта. Что это? То, что я вначале говорил, это то, как выглядит наша система чечка, мы как ее называем, стоит из компонентов, которые перечислили. Я сейчас кратко по каждому из них и расскажу, наверное, на основном, чтобы вам было лучше понятно. То есть первое, когда я поймал, я уже не упоминал, для этого она была какая-то история. Был бизнес-заказчик, был руководитель от проекта. Когда у нас началась сиквозацена в том, что здесь модный ролик владелец продукта. Потом еще был, ну как на проекте руководитель детей. В итоге было очень понятно, что он борется. Мы перешли в логике, если есть два человека на проекте. Первое, это единодвестное лицо. Это человек из бизнеса, который отвечает реализацию проекта, которому в цели ставить цели проекта напрямую влиятельную мотивацию. И у него есть один подчиненный проект, функциональный подчиненный. Это либо владелец проекта, если у нас классический внедрение проекта не заходят, либо владелец продукта. Больше других, другой рамки проекте нет. И логика вот эти два человека на всех площадках они движения отвечает на результатах проекта. Когда мы брали в эту историю многоуровневости и так далее, у нас был эффект в том числе с уменьшением количества людей, которые руководят проектами. Мы смогли переводить больше количества проектов. И второе, у них королевой модели принцип выделения на существенный процент времени. В идеале проектная команда на 100%. Когда мы стартанули эту программу, у нас был плохой параметр сколько мы реализуем срок и бюджетно-базные параметры. У нас было где-то 40%. Очень низко. Когда мы накатили всю эту систему, у нас есть порядка цифры 80%. Мы не стремимся больше, потому что, наверное, это невозможно. Слишком динамично происходят изменения, и мы не стремимся делать идеальный проект срок. Но вот ради вами надо нам позволить сейчас лучше дисциплиной реализации проекта. Единственная мотивация, это, соответственно, мы перевели себя на успешно-проектные бонусы, короткие циклы планирования, ежеквартальные, управляющие сайта в квартире, целеполагание, метрики, зашедший квартал и не только оценка всей проектной команде и вот председатом проекта. Не может какой-то проект получить семерку, у нас с теми на верхней оценка, если проект получил 5 раз. И то же самое, что руководители, которые отвечают за проект, также получают в рамках того времени, сколько он на проект тратит, плохой оценок. И это происходит в качестве в квартире. короткие циклы. Про методику здесь упущу для них пример. Система ритуал очень про нее. Мы сделали каскаду. Верхний комитет, который собирается несколько раз, посмотрит на весь по всей компании, не идет в детали, идет в большой практике. с поставим проектной командой, мы сделали в детали, мы правильно решение на уровне директорства, то есть у нас следующий направление, сделает так называемые управляющие партии, которые собираются регулярно, у них есть определенный цикл, также сделает регулярные встречи по каждому проекту с организацией и демо. Мы смотрим, как они часто проводятся, какая повестка этих встреч, насколько они разбираются проблемы и так далее. И логика какая, чтобы было больше повышение менеджмента в систему управления проектом и быстрее эти проблемы. И последний пункт, это здесь выговорил вам про Т, пункт Е, это по системе кульцидации. Мы сейчас внедряем систему одного из больших вендоров PPM, мы пока в начале пути сознание транспортизации пока несли, потому что хотели, чтобы стояла система процесса и люди учились не работали. И только после этого, когда процессы уже в поливине работающие, мы пока на голову такой парламент. Здесь я могу закончить и все наоборот будет вторично. Скорите, можно еще вопрос? Да, я люблю за тайну, прям уже заседал. Смотрите, в организационных проектах часто есть такая проблема, что процессы связаны между собой. И очень сложно границы провести, где заканчивается там один. Одно организационное изменение, начинается другое, вы показывали слайд, и там видно, как все разделено на портфеле, и я бы хотел, чтобы вы какой-то практикой или советами поделились, как у вас все-таки получилось вот так структурировать по каким-то доменам и все. Где-то получается, где-то нет. Пример, где получается. Просто вещах, типа процесс вещания. Достаточно понятно, где звон ответ и чара, а что это ключа. вопрос сразу подняет раздел между логистикой и коммерсантами, кто какому-то метрики ставят, отказаться. На сторону следующее, в управленческой в портфеле всегда есть три руководителя. Первый кто отвечает за эти сквозные проценты, второе это кто отвечает за трансформацию, то это может проводить до посильного оплата. И третий смешник, как мы называем, то есть кто улучшает результат этого процесса. Например, если мы говорим про процесс закупок, всегда в управлении эти пасфели есть производственники, то есть для кого эти закупки закупают. И он не одобрит проект, если пьем ничь наиболице. Или то же самое продавцы и продавец не спормирует требования пасфелистка, например, за сколько должен предоставить рассказать, он не получит результат своей пасфелистики. Поэтому они тоже в одной тройке приняли решение. Вот это наша формула. Хотел так получить интерес с ним. Спасибо. Спасибо.